Всем привет, это Вологда и сегодня мы поговорим с участниками нашей смены современной музыки из города Вологда. Группа «Имх» образована 31 августа 2019 года Василием Мануэловым и Сергеем Дроздовским. До того как объединить усилия ребята уже имели большой опыт участия в музыкальных коллективах. На данный момент у музыкантов уже есть три мини-альбома, мема, огни-йона, другие ноты. Выпущен один официальный клик на песню «Последний день» или несколько фанатских видео. Стиль своей музыки артиста характеризует как инди-электропоп. Ярким атрибутом выступлений коллектива являются цветные дождевики и скотч на лицо. «Следний день лета, это конец всего света, он улетает ракетой, далеко от меня». О, привет! Только что с поезда так рады наконец вернуться в родной город. В смысле так рады? Обычно не хотят уезжать. Мы, наверное, все успели. Мы успели отдохнуть, мы успели поработать, мы успели познакомиться с огромным количеством классных людей. Посидеть кучу лекций. И даже заскучали по Вологде. Вот только-только с поезда. Классно было, что с самого начала мы уже ехали со всеми ребятами, с кем мы, собственно, на Тавриде будем работать. Участвовать в проектах, с кем будем писать новые песни. Собственно, на этапе передвижения мы уже со всеми перезнакомились. И оказалось, что ребята, ну, со всех уголков России, мы собирались, пели песни, устраивали джемы. Прям в поезде? Да, прям в поезде ходили по вагонам. А денег-то заработали за песню? Был очень показательный момент. Серьезно? Показательный момент. Один час все репетировали различные каверы, а потом на одной из остановок просто вышли и сыграли для всех людей, которые там были. Сколько заработали? Заработали 800 рублей. 800 рублей заработали. Это еще даже не подъехали к Тавриде. Идем дальше. Что интересного на площадке? Я растерялся. Меня вот это все закружило и отпустило только после 4 дней. Вот водоворот просто всевозможного творческого движа, люди новые с горящими глазами. И для меня был инсайт. И когда я пообщался с ребятами, кто был не первый раз, хотя бы второй, приехали, и у них уже четко были выстроены приоритеты. Они не ходили на лекции. Они выбрали изначально участвовать в джемах, выступлениях. И они все свое время посвятили именно этому. То есть вот не отрывисто куда-то там скакать, то на лекцию, то порепетировать, то еще куда-то, то порепетировать. Они четко знали, что хотят. И вот, пожалуй, вот этой информации нам не хватило. То есть вот такой инсайт. Совет. Приоритеты. Совет номер один. Выделите приоритеты. Поделюсь секретом. Я сидела с вечера, смотрела расписание на следующий день и прям составляла все графики. Я иду сюда, потом туда, потом туда. Обедать. Ладно, не обедаем, идем сюда. Лекции могло быть три в один и тот же момент, три разных интересных лекции. И как на них сразу попасть, непонятно. Пришлось выбирать. Совет номер два. Смотрите видео с лекцией. А да, кстати. Есть такие иногда. Блин, круто. Давай совет номер три. Ходите на джемы, там очень интересно. Давай для тех, кто не музыкант, что это такое? Для тех, кто не музыкант. Это за сутки до непосредственно джема составляется список песен. Кавера. Такая же безстрочка. Джем это. Это не варенье. Не варенье. Составляется список треков, каверов, которые будут исполняться. Туда каждый человек имеет возможность писать. То есть ты вокал, ты клавиши, или ты гитара, или барабаны. И не репетируя, ну, в идеале, не репетируя, люди приходят и пошли по списку треков. Просто выходят эти все люди, которые вписались в первую песню, садятся и играют все вместе, не сыгрываясь. Вообще без репетиций? Да. На Тавриде это было именно так, и это было очень круто. Субтитры делал DimaTorzok. Вспомнил, что я хотел добавить, пока Серега рассказывал. Вот насчет того, как все там быстро сформировалось, да? Очень классно было понять, что у людей такой крутой уровень. Участников? Да, участников. Мы приехали, ну, собственно, со своим уровнем, со своим материалом. Мы поняли, что, блин, нам есть куда расти, нам есть куда работать в качестве. Одно из главных, что я для себя открыл на Тавриде, что я вез с собой, это понимание того, что, ага, есть куда поработать, есть над чем поработать. Ну и, собственно, там такие же обычные люди, которые затратили, ну, в каком-то направлении, видимо, больше, делали больше усилий. Да, там, естественно, есть профессионалы, которые закончили музыкальные институты, училища и так далее. Саксофонист Глеб Тихомиров. Просто шикарнейший профессионал. Он там был на расхват, но мы тоже успели его заманить к себе на фит и сыграли с ним песню Пушинка. Совет номер 4. Послушать песню Пушинка с Глебом Тихомировым. Сакс-эдит. И мы ходили на несколько лекций, где разбирали наши треки и давали нам ценные советы. Например, Егор Сесарев. Очень клевый музыкант, композитор и простой, открытый человек. Мне прям, мне понравилось с ним общаться. Он так открыто, доходчиво проанализировал одну из наших песен. Песня называется это, ну, нет, Демоны. Демоны. За что мы ему благодарны. Спасибо, Егор. И как? Прямо по пунктам, что доработать, что улучшить? Практически, да. Самое незабываемое впечатление? Самое незабываемое впечатление? Ну, вот прям такое яркое, на котором я волновался, на событии, на котором я волновался, это был кастинг. Кастинг. Кастинг авторской песни на либо фестиваль, либо на московское выступление. Тоже фестиваль в Москве. Да, это тоже фестиваль в Москве, который организуется, собственно, Тавридой. Да. Я так понимаю. Летом у нас в Крыму, осенью, ближе к зиме уже в Москве. Причем я до последнего сомневался принимать ли мне участие в этом кастинге. Выяснилось, что этот кастинг будет с 10 вечера до примерно 2 с половиной ночи утра, ночи утра, там уже все перемешалось. И я такой сижу в 10 и думаю, так, а смогу ли я? И, в общем, в 12 я такой, а давай попробуем. То есть, типа, я был, это не мое время, я был, типа, не в кондиции совершенно. Ну, я такой думаю, ну, раз уж Игорь Матвиенко сидит в комиссии, когда я еще спою перед Игорем Матвиенко-то? Пошел распиваться, готовиться, разогреваться, потом все-все-все очень быстро, вы не в списке. Там такие, а, когда список закончили, все такие, ну ладно, комиссия, ну ладно, мы пошли. А такие, подождите, у нас еще есть нефт-списки. 15 человек. 15 человек не в списке. Что? Так быстренько, 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 мы все так чуть-чуть засветились. Я, собственно, выбежал, что-то там выдал за 40 секунд кусок песни нашей, это ночь. И сам не понял, как все это произошло. Четко помню, что отметили образ, сказали. А какой интересный образ, это, в общем, наш эцетический образ. Про ваши костюмы расскажите все-таки, что это? Мы себя так чувствуем, мы играем электронную музыку, инди-электропоп. Основный элемент нашего образа это дождевики, цветные дождевики. И мы, у нас это как-то связалось с синтетикой нашего звука. Поскольку это электронная музыка. Ну и смотрится по-киберпанковски. Ну и просто музыкой сейчас не выделишься, нужен такой образ. Сначала, на самом деле, первые сколько-то там, ну, может, полгода я думал, когда же мы уже перестанем с этими пакетами выступать. А сейчас я уже, что-то даже мне очень нравится. Сейчас я уже в магазин хожу в пакете. С пакетом в пакете. Чтобы сразу себе ложить. Что самое-самое запоминающееся было в заезде? Много очень интересных моментов. Незабываемые джемы до рассвета. Это лекция Насте Пассионы по экстрим-вокалу. Мы... Крутая девчонка. Мы, да, мы тренировали экстрим-вокал. Делали различные упражнения. И совет номер пять. Обучайтесь экстрим-вокалу только с профессионалами. Вы можете повредить себе связки. Что еще посоветуете нашим участникам? Тем, кто сомневается, думает, стоит ли ехать. Ребята, попробуйте. Вы едете к своим единомышленникам. Вы просто едете на одну глобальную тусовку. Людей, близких вам по духу, по настрою. И с ними вы еще больше откроете себя, еще больше откроете свои способности. И, собственно, поймете, что... This sky is no limit. Нет предела совершенству. Собственно, в мире очень много всего интересного. И в творчестве можно расти бесконечно. Ну и это просто весело. Таврида – это про людей, про бессонные ночи, про бесконечное творчество. Очень красиво закончил. Замечательно. Последний день лета – это конец всего света. Он улетает ракетой далеко от меня. Последний день лета, забытой богом планеты. Мы тлеем, как сигареты, и исчезаем в любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова